Во Франции потребовали ускорить отправку в Армению оборонительного вооружения. Председатель Сената Франции Жерар Ларше призвал ускорить отправку в Армению оборонительного вооружения. Я потребовал немедленного открытия Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, а также ускорения отправки Франции оборонительного оружия в Армению для обеспечения ей безопасности. Написал глава Верхней Палаты французского парламента в Твиттер после встречи со спикером Национального собрания Армении Алленом Симоняном в Париже. Находясь в Париже, Симонян заявил, что в случае новой агрессии с азербайджанской стороны Армения рассчитывает на поддержку Франции и других международных партнёров. Секретарь Совбеза Республики Армения Армен Григорян, находящийся в Вашингтоне с визитом, встретился с заместителем секретаря по ядерной энергетике Департамента энергетики США Кэтрин Хаффи. Ранее сообщалось, что Армения в рамках программы строительства новой АЭС изучает, в числе прочих, опыт США по линии модульных ядерных блоков. Также рассматриваются предложения, поступившие из России, Южной Кореи, Франции. Новый энергоблок должен быть построен до 2036 года, до тех пор старый атомный энергоблок продолжит работать. Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мицамор, примерно в 30 километров к западу от Еревана. Станция является одним из основных источников электроэнергии в стране, обеспечивая до 40% общей выработки. Её ресурс продлён до 2026 года, ведутся работы по повторной пролонгации ещё на 10 лет. Работы планируется начать в сентябре-ноябре 2023 года и завершить в течение двух лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова